Каждую машину забивают доверху, компактно, для безопасной поездки. Ценный груз собирали волонтеры и неравнодушные жители. Все нужно доставить в целости и сохранности. Грузов мы отправляли уже больше 20 раз. То есть вылазки были сначала на своих, своими силами, какие-то предприниматели. Я так скажу, неравнодушные люди машины давали, мы вывозили груза. Потом объемы увеличились, люди стали помогать. Сейчас на данный момент больше помогают тоже ребята, которые после ранений. Волонтеры собирают и отправляют теплую одежду, электронику, бытовые инструменты, печи, подержанные автомобили, постельное белье, вещи, необходимые для раненых, находящихся в госпиталях. Сопровождают груз жены и родственники ребят, которые сейчас находятся на линии соприкосновения. Мужа я не вижу, то есть я до мужа не доезжаю, то есть мы второй раз, соответственно, мы с ним не встречаемся. Но мама, родители все передают и все потом довозится до них. Момент встречи и прощания, он немножко душевный, простите. Конечно, конечно. Поэтому мне проще разгрузились, мы сделали свою работу, я как истинная жена своего мужа, то есть выполняю свой такой же воинский долг. В этот раз для бойцов из Алейской военной части отправляют две фуры. Среди особенно необходимых вещей два кроссовых мотоцикла для штурмовиков и дрон. Их приобрел и передал бойцам депутат краевого заксобрания Максим Банных. В очередной раз хочу выразить огромную благодарность неравнодушимым жителям Алтайского края. Ребятам с ГОМЧС, которые постоянно отзывчиво отзываются, помогают нам в погрузке. А также Максиму Анатольевичу Банных. Сейчас мы собираем коробки, вещи, продукты. Мы уже ждем того момента, когда каждая из волонтерских групп начнет собирать на каравай. Когда мы начнем их встречать. Мы очень надеемся, что это будут эшелоны, что это будут поезда. Когда мы с цветами, я не знаю, с шарами, мы встретим наших героев и будем праздновать это как очередной день победы. В составе волонтерского движения «Сибирь своих не бросает» сейчас насчитывается уже тысяча человек. Помощь на линию соприкосновения они отправляли уже более 20 раз. Продолжают принимать в свои ряды всех неравнодушных. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толка.